Всем здарова, с вами Найт, и мы продолжаем проходить Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл. В конце предыдущей серии Николай немного повспылил с Химицу то, что она его сейчас сверлит взглядом таки вот гневным, потому что, банально, ей пришлось сейчас переодеваться, потому что у неё форма вся промокла. Из-за, можно так сказать, небольшой придурчивости Николая. Я хотел спросить, в каком она, я так понимаю, состоянии, но тут же осёкся. Мне стало невыносимо стыдно за моё сегодняшнее поведение, да и вообще за свои отношения к ней. Ну что, погнали. А вот та самораменная. Мы остановились возле моего любимого ресторанчика. А-а-а! Без интереса протянула Химицу. Давай как-нибудь сходим. Никакун, я сколько раз говорила! Нет, ну просто ты всё время готовишь, а тут для разнообразия. Всю дорогу в голове крутилось столько мыслей, столько фраз, вертелось на языке. А сейчас я мямлил что-то невразумительное. Это свидание? Ехидна спросила она. Ну да, наверное. Я сделал всё только хуже, потому что Химицу покраснел и опустила голову, как будто низко... А, так низко, будто извинялась. Хорошо, когда-нибудь. Ладно. До школы я шёл буквально в темпе спортивной ходьбы. Химицу еле-еле успевала за мной. В классе сегодня была откровенно пустовато. Пятница, ничего удивительного. Ну и что я тогда здесь делаю? Привет. А вот кёски тут как тут. Ну привет. Что-то ты хмурый с утра, всё в порядке? Лучше не бывает. Съязвил я и ещё раз окинул взглядом в класс. Но порта Кэтрин была пустая. Химицу с самого утра увела мои мысли в сторону от неё. Специально ли? Случайно ли? Однако вчерашний их спор всё ещё стоял перед моими глазами. Во всех деталях. А уж сейчас-то он оказался каким-то особенным важным. Словно битва с двух страшных чудовищ из древнегреческой мифологии. А ты не видел сегодня, Кэтрин? Нет, а что такое? Да, ничего, просто так спрашиваю. Просто значит. Мерзкая улыбка растянулась от уха до уха. Да, просто. Я старался не реагировать на провокации. Ник, мы же так и не поговорили, а ведь это уже четыре дня прошло. А не о чем мне говорить? Внутри меня всё начинало закипать. Но нельзя было допустить ещё одного срыва, подобно вчерашнему. Не о чем говорить, просто потому что я знаю не больше твоего. Ладно, но если тебе что-то понадобится. Конечно, я в курсе, куда обратиться в таком случае. Точно не к нему. Я встал, а подошёл к Майклу, который по традиции читал книжку. Привет. Буддизм от Майкла тоже в состоянии вывести из себя любого. Ладно, вижу, болтать-то и не настрою. Хотел спросить, не видел ли Кэтрин? Нет. Понятно, спасибо. Дальше продолжать разговор было незачем. Конечно, Майкл не стал бы накидываться с расспросами. Но ему этого и не нужно. Он может залезть в душу и по-другому. Я тебе, Николай, сволочь ты такая, говорил то, что нахер тебе Экта Кэтрин не нужна. Ты всё равно продолжаешь её искать. Я просто не знаю, как ещё объяснить. Я извиняюсь, если я как-то по эмоциям буду не очень, как бы, на некоторый момент реагировать. Может, какие-то шутки опускать. Потому что, во-первых, 3 часа ночи. Во-вторых, блядь, я только что с телеграм-каналов. И у меня настроения нету сейчас почти вообще. А видос записать надо. Так что, извиняюсь как-то, если какое-то не очень хорошее настроение из меня будет лезть. Надеюсь, что у вас всё хорошо. Я просил ещё несколько одноклассников, но всё безрезультатно. Наверное, со стороны моей потуги выглядели странно. Но мне было наплевать. Да и все уже давно привыкли к тому, что от меня можно ожидать чего угодно. Однако мысль о Кэтрин никак не давала покоя. Вот, Николай, вот нахера тебе она? Вот просто объясни, зачем я тебе в предыдущей, в поздно предыдущей серии объяснял то, что если тебе готовит кто-то борщ в Японии, всё, это судьба. Борщ ты по-другому никак и не скажешь. Ведь зная её, уехал не попрощавшись. Вернулась, не предупредив. А что, если вчерашняя сороски Митсу станет последней каплей? Естественно, ей придётся сад в Японии, но вот сменить школу запросто. И ведь я даже не знаю, где она живёт, и не надо тебе это знать. Конечно, оставался некий шанс, что они с матерью вернулись в старую квартиру, но мне казалось, что не бывает в жизни таких счастливых сопадений. Однако в школе должны быть её данные, в том числе и домашний адрес. А это значит, можно попробовать поискать в учительской, если будет выбор. Николай, я пошлю этот выбор куда подальше. Как известный кое-какой военный русский корабль. Я был там не раз и примерно представлял, что где хранится. С другой стороны, сейчас самый раз горучебного дня. Велик риск, что меня поймают. Да и где гарантия, что мне удастся среди горбумах найти именно её личное дело? И глупо переминался с ноги на новую и никак не мог решиться. А тем временем до звонка осталось всего каких-то пять минут. Предоставьте, сейчас мне выбор. Я отговорю эту дебилятину такую под названием Колян. Идти, не идти, идти, не идти. Пойти в учительскую ничего не делать. Ничего. Нахер оно тебе не надо. Нет, всё-таки глупая затея. Никто мне не скажет её адрес, надеясь на то, что в учительской никого не будет, и то глупее. Точнее, и того глупее. Я просто обратил по школе, вскоре оказавшись в столовой. Звонок уже прозвенел, так что торопиться на урок не было никакого смысла. Чтобы скоротать время, я взял чашку зелёного чая и булочку с джемом. Столовая была пуста, за исключением одного стола, за которым сидела девочка. Я присмотрелся и узнал Саю Тян, одноклассницу и по совместительству лучшую подругу Химицу. А вдвоём всяко веселее, чем одному. Привет, тоже забиваешь? Я взял напротив, вальяжно развалившись на стуле. Анохин сан! Да просто ник. Я безоруживще улыбнулся, но на Саю это явно не подействовало. У нас сейчас урок физкультуры, а я на днях ногу потянул. А вот почему ты здесь, когда у всех идут занятия? Да, расслабься, сказал же, забиваю. Это так типично? Откровенное презрение ко мне бросилось со всеми нормами приличия, требующими безоговорочно уважать старших. Пусть даже старше я всего на год. Вообще, если подумать, она почти всегда так относилась ко мне. А причина этому Химицу. Сая считала, что я плохо обращаюсь с ней и не уважаю и игнорирую её чувства. К сожалению, и по большой части, она была права. Ну ладно тебе, что опять начинаешь? Как там Химицу, кстати? Неужели тебе и правда интересно? Нет, естественно не интересно. Я её только утром видел. Ну а что ещё сказать, когда ты каждое моё слово воспринимаешь в такие? Тебе кажется? Ничего мне не кажется. Просто ты уверена, что все должны вести себя так, как ты считаешь правильным. А это было бы неплохо, усмехнулась она. Ладно, вижу ты разговаривать не настроен. Тогда я пойду. А зачем приходил-то? Ссориться что ли? Я уже собирался вставать, но решил всё-таки добиться победы в этом глупом споре. Нет, блин, над тобой поиздеваться. Ведь все же на уроках больше не над кем. Так уж и не над кем. Именно так, не решая за других. Я просто... Просто уверена, что права. Это так типично. Передразнил я её. Да, ну и повезло же Химицу с тобой. Но у неё хоть кто-то есть. А ты что? Твоей желчью захлебнётся любой мужик на первом же свидании. Да, Николай, ну ты полный дегенерат. То же самое, что я говорил про кое-какого человека, кое-какого долбоёба, так и про тебя то же самое могу сказать. Правда, ты войну ни с кем не разводил. Губки Сэ другнули, она готова была заплакать. Похоже, я перегнул палку. Ну, естественно, блядь. Ладно, извини. Но ты сама начала. Теперь девочка выглядела совсем жалко. В конце концов, она же просто ребёнка, вряд ли в жизни испытывала какие-то серьёзные потрясения. А показанная не надменностью самоуверенность, лишь защитная маска, скрывающая комплексы. С сожалению, приходилось признать, что красотой Сайо японские боги не наделили. Иногда говорят, что девочки выбирают себе подруг пострашнее, чтобы на их фоне казаться симпатичнее. Не уверен, что Химитсу когда-нибудь задумывалась над этим, но факт остаётся фактом. Ну ладно, прости. Козёл, сволочь, идиот! Она вскочила со стула и бросила меня неодоеденной булочкой и побежала к выходу из столовой. Эх, но она немного даже мягко поступила, хотя бы не въебала ему. Вот и поговорили. Уроки шли своим чередом. В классе было непривычно тихо. Я не узнал адреса Кэтрин. Я не знал также, почему её сегодня нет в школе. Впрочем, что этого странного? Она исчезла из моей жизни на полтора года. А тут всего один день, и я уже развожу панику. Неприятное чувство, как будто ничего и не изменилось после её возвращения. Я всё так же рефлексирую и накручиваю себя, просто теперь у меня появился реальный повод добиваться разговора с ней, выяснения отношений. Реальный повод для надежды. И нет, впереди осязаемые цели, не сценариев поражения или победы. Есть только серые дни, следующие друг за другом, как серые облака по небу в дождливый день. Я не верю, что всё будет как прежде. Я не верю, что будет изначально хуже, потому что хуже уже и быть не может. Мне просто хочется, чтобы меня поняли. Может быть тогда что-то изменится. Я чувствовал себя смертельно больным человеком, которому осталось жить каких-то 50-60 лет. Может быть в такой ситуации надо стараться ухватиться максимум от жизни, стараться проводить каждый день как последний. Да, только всё равно почти любой на моём месте опустит руки. Зачем пыжиться, если конец неизбежен? И лишь одно может изменить что-то в моей жизни. Вера в то, что всё, что я делал, не напрасно. Что всё это было нужно не только мне, но и кому-то ещё. Возможно, даже извинения. Наверняка где-то глубоко в душе я ждал их, хотя уже давно перестал надеяться. Смотрите, все смотрите! Я не просто сдался, бросил оружие и прекратил борьбу. Да, я проиграл, но я сражался до конца. Сделал всё, что мог. Мне вновь и вновь казалось, что все окружающие молчаливо смеются надо мной. Даже Майкл, даже Кёске. Ведь они знают, какой же я неудачник. Если бы они только поняли... Не смеётся лишь Химитсу, ведь она всегда была рядом. Она видела всё от начала и до конца. Она понимает, ей не наплевать. Она как медсестра на поле боя, заботящаяся о повреждённых, но ещё живых бойцах. Но почему же тогда я не могу любить её так, как до сих пор люблю Кэтрин? Словно какие-то цепи сковывали мою душу, цепи долга, что заставляют из последних сил рваться в бой, забыв об истинных причинах сражения. Отчизна, религия, любовь. Легко придумать повод героически умереть, оставив свой след в истории или хотя бы в памяти близких. Куда сложнее придумать причину жить, когда абстрактные понятия основан на стяг, раздевающийся, а развивающийся над вражеской крепостью, исчезают в мутной дынке серых будней. В моей жизни не было смысла, я лишь хотел, чтобы признали мои заслуги в минувших битвах. Оставленный всеми, ослеплённый отгоревшими всполохами некогда великого чувства, я бесцельно бродил по опустевшему полю боя. Я уже не верил в то, что меня сможет спасти химицу, зачем ей нужен смертельно больной околека. Не верил я и в то, что смогу вновь найти своё оружие и на ощупь броситься вперёд к далёкой-далёкой цели в надежде не выиграть, но не умереть, обретя в последние секунды счастья. Эй, Ник, ты заснул, что ли? А? Вообще я был склонен к рефлексам, но всё же они не управляли моей жизнью, оставаясь на неком эстетическом уровне. Иначе бы уже давно спился или наложил бы на себя руки. Ты, конечно, обычно и так не душа компании, но сегодня на тебя просто жалко смотреть. Ну, спасибо за участие. Это всё из-за Кэтрин? Кёски присел на край моей парты, и она заскрипела, даже слегка прогнулась. Ну ты, блин, ожердяй, землетрясение хочешь устроить? Я оттолкнул его в сторону и засмеялся. А вы всегда радуетесь жизни? К нам подошёл Майкл. Ну, за Ника не скажу. Ладно, пойдёмте поедим, что ли. Хотелось просто ненадолго отвлечься от тяжёлых мыслей. Сегодня в столовой не пришлось алкаться. Кёски знал все лазейки, обходные пути, да и отношения с продавщицами у такого упитанного молодого человека были просто прекрасными. Мы восседали посреди зала, как короли, отчего мой японский друг выглядел особенно потешно. Всё это немного подняло у меня настроение. Смотрели вчера игру? Спросил Майкл, лениво ковыряя ложкой рис. А то, само собой, вот в третьем унинге. Я никогда не понимал увлечений японцев бейсболом. Или, скорее, не понимал суть самой игры. Конечно, несложно запоннить правила, но мне всегда более интересным казались традиционные виды спорта. Футбол, баскетбол, хоккей. А тут Майкл и Кёски, Америка и Япония. Возможно, эти единственные две страны, где вообще популярен бейсбол. Так что от их разговоров я начал откровенно скучать. Ну что вы заладили? Предложи другую тему. Невозмутимо парировал Майкл. Вот именно. Как бы критикуешь, предлагай. Да какие у меня темы. Настроение вновь стало хуже некуда. Недавняя рефлексия обуяли меня с новой силой. Так, поправил свою жопу немного в кресле, чтобы, как говорится, не скатилось. Ник, ну так же нельзя. Сочувственно пробубнил Кёски. Согласен, надо в любой ситуации мыслить позитивно. Я был измотан морально, просто устал от всех этих мыслей. Так что злиться на них у меня уже просто не оставалось сил. Чтоб вы понимали. Иногда достаточно и простой поддержки. А, да, Ник, мы же твои друзья. Эх, ребята, не все так просто. Психологи уверяют, что нельзя все сдержать в себе. Нравоучительно сказал Кёски. Что-то я тут не вижу психологов. Иногда выговориться можно просто близкому человеку. Майкл выглядел, как всегда, невозмутимо. Конечно, нет ничего странного в том, что друзья пытаются мне помочь. Но меня никак не оставляла мысль, что не преследуют какие-то свои цели. Если говорить о Кёске, то тут понятно, любопытство. Он как рыба прилипала, питается слухами и сплетнями о чужой жизни. Да что там, у него даже есть некое подобие своей информационной сети в школе. Хочется верить, что в этой сети не начнутся пресс-суды и о моей жизни. Но если в Кёске все было достаточно просто, то вот Майкл... Он старательно делал вид, что интересуется моей ситуацией, поскольку-поскольку... Эээ... Но почему мне казалось, что все далеко не так очевидно? Ну, допустим, ты не совсем в курсе. Я не сразу подобрал слова. В курсе предыстории. Возможно. Холонно ответил он. Так мы расскажем делов-то. Хватило и мимолетного взгляда, чтобы Кёске тут же замолчал. Это не секрет, ты не подумай, просто... Но ведь действительно, что мне скрывать? Наше прошлое отношение с Кэтрин не тайна. На самом деле, многие в школе знают про них. А я веду себя так, будто хочу сберечь что-то сокровенное, ведомое только мне и, может быть, Кате. Это глупо, но в тот момент я не мог поступить по-другому. Неприятный разговор как-то сам с собой сошел на нет, и мы закончили обед относительно спокойно. О, звоночек. Уроки тянулись мучительно. Долго, но вот, наконец, и последний звонок. Я медленно собирал учебники и тетрадки. Около моего стола уже материализовалось, словно вынырнув из транс... чего? Трансварпа химицу. Трансварп, терпин из вселенной звездного пути. Означающие... А, ну и типа варп-прыжок. Понятно. Обозначающие технологии, позволяющие преодолеть ограниченный стандартный варп-двигатель. А, в общем, очень даже быстро. Ника-кун, пойдем домой. Она мило улыбалась. Мило, как и всегда, и, пожалуй, куда милее, чем в последние дни. Я не имел ничего против этого. Но мысли о том, что я так и не выяснил, куда пропала Кэтрин, не давали мне покоя. Ну что ж, я думаю, что на этом мы как раз приостановимся. И продолжим уже в следующей серии. Так что, на этом все. С вами был Надь. Если вам понравилось данное видео, и вы хотите больше видеоуроков по данным... По данным играм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok